Девочки, всем привет! Меня зовут Яна. Если вы оказались на моем канале и смотрите это видео, значит вам интересно, как покрасить Айртач дома самостоятельно. Расскажу немножко о себе. В 23-м году, в июле, я покрасилась в последний раз у парикмахера. Это было подобие Айртача и плюс разные техники. После этого у меня случился переезд, и я думала, что в другой стране я не буду красить Айртач, буду отпускать свои волосы, потому что цвет волос у меня достаточно симпатичный, он русый, с золотинкой. Но из-за того, что переезд был очень тяжелый, я начала сидеть. И седые волосики начали выглядывать. Прямо нормально так. То есть это не на висках где-то, это прям вот на макушечке. Мною было принято решение, что я покрашусь сама по причине того, что у всех парикмахеров, которых мне советуют в Америке, я нахожусь я в Америке, меня не устраивает качество выполнения услуг. Поэтому я буду краситься сама. Еще немножко расскажу о том, что в Москве, раньше я жила в Москве, я работала инженером, и за полтора года до переезда я подумала, что мне нужно отучиться на парикмахера. И год я училась, я практиковала, поэтому какой-то опыт набора на людях у меня существует. Но себе я буду это делать первый раз. И чуть-чуть с усложнением по причине того, что я жилоб. Мое усложнение. Обычно Айртач выполняется мощным феном с узким выдувом, чтобы это было удобно. Но так как я жилоб и не хотела тратить деньги на новый фен, я буду это делать Тарисоном. Посмотрим, получится ли. Из-за того, что я понимаю, что может не получиться, я заказала вспомогательный вариант, так сказать. Если вдруг не получится, я воспользуюсь вот этими расческами. Эти расчески вообще просто произведение искусства. Их придумали специально для того, чтобы делать мелирование. В моем понимании Айртач это то же самое мелирование. А просто с упрощенной техникой выдува, так скажем. В чем смысл этих расчесок? В том, что ты захватываешь прядь. Сейчас мы возьмем какую-нибудь прядку. Пропускаешь ее через расческу. И лишнее убираешь. Получается разделение по такому же принципу, как и в Айртач. Есть разных размеров. То есть это максимальная, есть потоньше и среднее. Что еще может потребоваться? Ну как, что требуется для того, чтобы сделать Айртач? Это фольга. Я заказала вот такой фирмой фольгу. Но не учла одного, что она короткая. И на моей волосе, скорее всего, она будет короткой. Но будем пробовать, потому что мне обязательно она окажется короткой. Я умещу волосы и в такую фольгу. Плюсом я буду работать Беллой, Блондором. Потому что до этого я работала на ней. Меня устраивает ее осветляющая сила, так скажем. Вот. И стоимость. На самом деле, по стоимости в Америке она плюс-минус адекватна. И так как я знаю свой тип волос, и на каком оксиде она осветляется, какое время потребуется, потому что я крашусь лет 15, наверное, уже. Я взяла себе оксид с 1,9%. Процентом? Да. Вот. Буду пользоваться им. По инструкции написано, что порошок мы разбавляем в процентном соотношении 1 к 1,5, либо 1 к 2. По факту я начну работать с разбавлением 1 к 3, 1 к 4. И как раз к макушке сюда наверх я дойду до 1 к 2. Вот. Что еще из инструментов? Из инструментов я заказала себе, потому что это будет удобнее. Я заказала набор. Он состоит из пиалочки, двух планшетов. Не знаю, будут ли они удобны вот с такой ручкой, но попробуем. И 3 кисточки. И также мне потребуются заколки-крабики, которыми я буду закалывать основную часть волос, чтобы она мне не мешалась. И маленькие крабики металлические, которыми я буду закалывать именно часть уже осветленных волос. То есть то, что будет привыкли, я их буду закалывать. Плюсом я хочу сделать облегченную версию, потому что, по мнению парикмахеров, с которыми я работала, и в принципе парикмахеров, если вас устраивает вид спереди, то совершенно не важно, что творится у вас сзади. Вот. Поэтому я проработаю верхнюю часть головы, передние волосы и низ окантовки. Если вы собираетесь делать чисто контуринг, о нем я тоже попытаюсь рассказать, когда буду делать сама себе контуринг. Помните одно, то, что все, что вы осветляете у лица, делает ваше лицо шире. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваше лицо было широким, то не нужно осветлять передние пряди прям максимально и очень-очень светло. Вот. Ну что, начнем. Мой маленький помощник на сегодня. Она будет бегать, создавать лишние звуки, возможно, мяукать и, возможно, уронить что-то. Поэтому не пугаемся. И надеваем футболку, которой не жалко, потому что, скорее всего, я испачкаю все вокруг. Покажу вам исходные волосы. Волосы убиты предыдущими окрашиваниями. Перед тем, как покрасить самой себе аиртач, вы должны понимать, что есть вариант, что вам придется отстричь каре. Также, если у меня будут пятна, я закрашу все в розовый цвет. Просто залью розовым, это будет смотреться более чем адекватно. Плюс я затонируюсь изначально. Посмотрим, как это будет выглядеть в обычной тонировке. Потом также покажу вам, какие цвета для тонировки я выбрала. Мои волосы до. Среднюю часть, которая, вот эта часть, я собираюсь ее не трогать, для того, чтобы внешний вид волос выглядел лучше. То есть, если мы покрасим верхушку, передние прядки, низ, то, по сути, не сильно будет контрастно выглядеть ваша середина. Но в то же время, из-за того, что вы не испортили эти волосы, ваша основная масса волосы длины останется очень симпатичной и будет выглядеть адекватно. Начнем наше разделение. Прочешем волосы. Разделим на две части их. Выделяем верхнюю часть от брови. Ведем назад. Почти ровно. И получается, наша макушка, мы заканчиваем часть, которую будем красить, до, за макушкой. То есть, у нас выходит. Пока эту часть оставляем. Чтобы нам проработать нижнюю краевую часть волос, я не хочу делать выдув, я не хочу делать начес, но хочу, чтобы, как я делала хвостик, у меня красиво выглядывали светлые волосы. Для этого я сделаю вот так. Здесь у меня спрятанное зеркало, чтобы было удобно смотреть. Я поднимаю волосы на верх. И просто выдергиваю то, что выгодит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому, девочки, я не знаю, подумайте, 10 раз, конечно, лучше самой себе волосы испортить, чем потом на кого-то наговаривать, что кто-то испортил, но это, я скажу вам, нелегко. Поэтому, сейчас переобуваемся быстро. Будем делать еще упрощение технику, скорее всего, чтобы мы могли меньше волос испортить. Мы берем, делаем прядь. Прядь получается широкая. В чем принцип аиртача? Все прядки должны быть очень тонкими, чтобы не было видно на корнях вот этой полосы некрасивой. И не перекрывать корни, как делают многие салоны, кстати, не предупреждая людей о том, что их корни будут перекрыты краской. Мы берем, делаем рюкзагообразные движения. Мы сделаем. Правильно, вперед. Получился рюкзаг. Пробуем выдать. Выдать есть. Все, что это выдало, это и есть наш выдать. Выбираем. Для удобства закалываем плоской заколочкой. Закалываем. Сейчас будем делать. Закалываем. Поехали. Сейчас будет. И теперь вы можете догадаться. Выдает. Что вы хотите. Не так. Если оно на realidade. Возвращение. Вот. Но. Выдать. У. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 краску. Эту прядь я делаю зигзагом. Получается с пропуска моя ртачка, потому что если делать без пропуска, то будет еще дольше. У меня просто не хватит нервов. То, что у нас зигзаг получился. Спереди чуть больше, должно быть сзади чуть меньше. Я откидываю назад, закалываю заколочкой. Из вот этого зигзага я сейчас еще буду выдувать, чтобы постараться инвизировать вот эти пятна. Они не будут. Сто пудов, я уже вижу это. Но хотя бы, может быть, не так ярко выражены. По поводу фена. Сначала подставляем фен, потом включаем фен на холодном воздухе. На самом деле, удобно им делать выдув. Там прямо как будто бы даже расстояние специальное для прядки. Поэтому ничего страшного. Просто неудобно это делать себе. Закалываем то, что выдули. Стараемся отделить пошире, чтобы подобраться ближе к корням, что у нас не получается. Напомню, мы будем работать без затемнения корней, поэтому что получится, то и получится. Но есть запасной вариант покраситься просовой. Загибаем фольгу, чтобы, когда поставили планшет, если вдруг оно слезет, а оно слезет, потому что вы делаете сами себе, можно было сзади разогнуть эту фольгу, чтобы не было пятен. Подставляем планшет. Перпендикулярно голове натягиваем прядь. Зажимаем пальцами для дополнительной фиксации. Подставили, зажали. Вот мы видим, что близко к корням я подойти не могу, потому что у меня там скаталось все на свете, поэтому я буду делать эту прядь подальше. Дальше. С возможностью растушевки, если получится. Добе. Промазываем прядь, чтобы она была вся влажная, не сильно, но и не мало, иначе будет желтое все. Я подпускаю прядь и продолжаю промазывать, стараясь держать перпендикулярно планшет. Можно приподнять, посмотреть, как вы попросили, подмазать или не подмазать. Закрываем. Сначала один раз, чтобы не замазинкать. Потом второй раз, близко к корням, чтобы закрыть все от фольгу. Тогда нужно для того, чтобы там сохранялось тепло и лучше осветлилось. Вот мы закрыли, запечатали. Берем заколочку, закалываем, чтобы нам не мешался этот конверт. Я начинаю заниматься контурингом, потом доделаю вот эту часть, потому что назад уже неудобно это все продавать. Буду продавать вперед, но, короче, изначально сделаю тогда контуринг. Выделяем треугольничек. Из этого треугольничка выделяем прядки прям тонюсенькие, тонюсенькие. Из этой части тонюсенькую, тонюсенькую, тонюсенькую. Вот она, маленькая прядочка с одной стороны. Лишнее заколола. И с другой стороны также одинаковые, просто одинаковые прядочки со всех сторон. Даже если у вас, как у меня, не совсем есть волосы в этих местах, их нужно также хорошо проработать. Хотя бы их проработать хорошо. В отличие от остальных волос, которые я не знаю, как они проработались в конечном итоге. Мы берем, промазываем прям близко-близко и по чуть-чуть промазываем. Берем пятку, делаем прям и все, и выключаем. И выключаем. Все, что снизу, это остается нетронутым. Все, что сверху тронутым. Если вы видите, вот как у меня, например, вот тут вот волосы будут закрашены, а здесь вот кусочек не закрашенный. Я беру этот кусочек и просто сама вот так вот выделяю чуть. И складываю вместе с этими волочками. Сниз мы не будем трогать. Прикладываем. И закрашиваем. Желательно не пачкать остальные волосы, как я сейчас это сделаю. Потому что даже малейшая капелька, которая попадет на ваши волосы, если вы ее успеете стереть, все равно это будет пятно в конечном итоге. Потому что ее надо смывать. Помягиваем. Закрываем. Кончики я не буду трогать, потому что он белый и в жизни больше вообще. Закрываем так же в два прихода. Раз. Три. Два. Два. И вот тут подтягиваем зад. Чтобы не было пятен по возможности. И закрываем. Фу. Хоть что-то получилось адекватно. Так же со второй пяткой. Плотно конверт. Не проглаживаем. Вот тут. Это как чайный пакетик должен остаться, потому что если там прогладить, вы стянете продукты в разные стороны и там будет рыжая полоса. Недосветленная. Продолжаем. Вторую пятку берем по диагонали. Тонюченькую, тонюченькую прям. Даже слишком толстенькая. На одинаковом расстоянии, чтобы это выглядело все равномерно. То есть если вы справа взяли толстенькую, то и слева вы берете толстенькую. Если там предыдущая была толстенькая, то и следующая должна быть толстенькая, чтобы она выглядела все одинаково. Это мой вам совет, а по факту как оно выйдет никто не знает. Потому что я сейчас сижу и как оно выходит, так оно и выходит. То есть по сути я уже отпустила ситуацию. Мысленно готовлюсь к розовому коре. Поэтому ничего страшного. Волосы низу мы отрастут. Здесь мы уже делаем вот такой. Чуть подольше держим. Так, да, все. Вот можно посмотреть сколько у нас выпало. Почти ничего. Даже это ничего. Будет смотреться симпатично. Тоже самое проделываем из права страны. Убираем волосики. Так, и из передних у нас остались, смотрите, малышки. Их чуть дольше выдуваем. Здесь вот это вот то, что потроха вырыли, здесь все это убираем. И сюда. Убрали лишнее. То, что вынулось. Закрыли, чтобы началось. Смотрите. Смотрите. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Ни в коем случае не вот так, иначе будут пятна, будет видно, что ваши пятна могут быть видны. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Ну и так как это у нас контуринг, мы точно так же сначала чуть-чуть выдуваем, потом чуть больше выдуваем, потом по-нормальному выдуваем. Это все убираем. Чуть-чуть еще подразточусь. Так, с этой стороны, пожалуй, на это мы ограничимся. Я теперь перехожу к левому, и потом буду снимать нижний и подключусь. Ну что, настало время распаковывать наши первые прядки. Сколько я времени потратила? В общей сложности, вот все, что вы видите на голове, у меня ушло час тридцать. Первая прядка была час тридцать запакована, можете посмотреть. Нужно чуть-чуть подмазать кончик. Еще можно оставить так. По идее их нужно смыть, но я буду стирать и промакивать рябочкой. Смотрите, чтобы остальные пряди не испачкались, потому что малейшее попадение продукта и все. Хорошо отсветлились, по насыплению прям хорошим. Волосы на месте, не отвалились. Протянусь просто. Вот, получается прядка. То, что снизу, оно пока выглядит ярким, когда я затонирую, оно будет выглядеть одинаково. В одной цветовой гайне, так сказать. Ну что, я смыла порошок. Я пользуюсь серией Вэла для окрашенных волос. У них есть шампунь. После окрашивания это, типа, реконструирующая маска. Но она очень жидкая, это даже не кондиционер. То есть, я не могу это называть ни маской, ни кондиционером. Просто помазить около волосы. Ей подержало около минуты. По аннотации нужно держать минуту. Я, может, чуть больше подержала. И следом я нанесла маску, тоже от Вэлы, после окрашенных волос. Она жирненькая, кстати, рекомендую. Она прям такая жирненькая, расход минимальный. Хорошо разносится по волосам. Сейчас подержу около пяти минут. Буду смывать и тонировать волосы. Для чего я делаю маску? Чтобы волос разгладился после осветления. И тем самым легче будет наносить тонировку. Я смыла маску, расчесала волосы. Теперь можно переходить к тонированию. В целом, выглядит вроде как неплохо. Посмотрим, что будет после тонировки. Ну что, по моему довольному лицу, который не плачет, видно, что мне, в принципе, понравилось. Это тяжелее, чем я ожидала. Я думала, что это будет намного легче. Но когда ты красишь сзади, то ты вообще не понимаешь, куда ставить руку. Голова теряется, мозг отключается. В целом, получилось неплохо. Могу показать поближе. Корни. Мне больше всего переживалось, что будут корни какие-то стрёмные. В целом, по корням вроде нормально. Провалилась тонировка сиреневая. Но те, кто меня красил, знают, что я люблю видеонарошковые вот эти вот все оттенки. И всегда просила, чтобы у меня сиренево-розовое, что-то такое было. Поэтому я взяла тонировку в цветах красного, сиренево-серой. То есть такое. Потому что мне очень нравится. Вот. В любом случае это подсмотрится, но нейтрализация должна пройти была. Что она уже не будет желтеньким. И сзади покажу вам. Сейчас еще что-то. Вот. Сейчас я смогу сделать. Тут тоже сиреневое. Здесь ничего не нужно. Вот здесь, возможно, пятна. В общем-то... Хотела поговорить по поводу Дайсона. Если меня кто-то смотрит из практикующих парикмахеров, интересно узнать ваше мнение. Попробуйте с Тайлером Дайсон сделать выдав на Айртач. Мне показалось это удобнее, чем даже обычным феном. Во-первых, он легче. Во-вторых, у него расстояние как раз под прядь подходит. Вот. В целом, я результатом довольна. Посмотрим, как смотрится тонировка. Пока что там, где не провалился цвет белый, это выглядит достаточно натурально. Сниму потом еще на улице, как это выглядит. Но вообще мне, в принципе, нравится. Вот. Волосы никак в качестве не поменяли. Какие были убиты, какие остались. Поэтому мне терять нечего. В розовый пока краситься не собираюсь. И каре тоже откладываем на потом. Но. Если вы все-таки решились покрасить сложную технику сами, рекомендую все-таки попробовать сначала теми расческами, которые я вам показывала. То есть сделать как милирование. Потому что ими будет легче. То есть в следующий раз сама себе я, скорее всего, буду делать милирование. Потому что никаких тебе запутанных корней, чтобы там поближе подлезть под корни, ты там что-то выдумываешь. Нет, такого не будет. То есть это будут чистенькие корешочки, которые, возможно, даже вам не придется тонировать. Вот. Что еще? В фольгу не рекомендую. Фольга скользкая, тонкая, рвется. Вообще неудобная фольга. Плошечки. Амазон 10 баксов. Плошечка и кисточки. Я пользовалась одной кисточкой. Нормально. Но сам планшет тоже неудобный, скользкий. Вообще лучше бы картонку целая, на самом деле. Мне кажется, результат получился бы лучше. Именно как оно будет держаться. А если вам понравилось это видео, поставьте мне палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Я буду снимать много всего интересного.